Я рад, что я могу вас видеть, рад, что мы здесь все живы-здоровы. Слава нашему Богу за все то, что у нас есть. И я сегодня хотел бы, я надеюсь, коротко поделиться с вами некоторыми своими мыслями, некоторыми своими переживаниями, о которых я долго думал, о которых я размышлял некоторое время, и вот что-то получилось. Для начала я хотел, чтобы мы с вами прочитали несколько стихов из книги пророка Михея. Это будет шестая глава, с шестого стиха. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли мне пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов и нечетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» Я свои размышления и всё то, о чём я думал, подвёл под одну такую мысль, которую выразил так, чем, как и чем человек может послужить Творцу всего. Ведь служение нашему Богу, служение тому, кто нас создал, кто создал этот мир, является самым важным в жизни человека. Это является всем смыслом жизни человека. Но как служить Богу? Как служить тому, который всё это создал? Мне очень нравится книга Иова. И особенно тот момент, когда к Иову пришли друзья, они говорят ему, этому отведено несколько глав. Потом Иов говорит друзьям, они размышляют, они говорят, они что-то обсуждают, рассуждают. Потом Иов выражает возмущение, друзья выражают возмущение. И есть место, где написано, что и возвал Бог к Иову с бури. И мне очень нравится этот момент, потому что Бог говорит очень такие сильные слова. Он говорит Иову, а теперь встань, припояши свои чресла, как муж, выйди ко мне, а я тебя буду спрашивать, а ты мне отвечай. И вы знаете, там очень много вопросов, я читал это, это читаешь, это просто, ну меня наполняют очень большие эмоции. Бог его спрашивает, а где ты был, когда я делал землю? А где ты был, когда я вот это делал? А ты знаешь, как это устроено? А ты знаешь, как это работает? И вы знаете, несмотря на то, что мы сейчас живём в 21 веке, мы говорим, наука продвинулась вперёд, мы знаем очень много обо всём, мы видим далеко в космос, мы видим очень маленькие вещи, мы видим строение всего. Но вы знаете, я перечитываю этот список вопросов, которые Бог задал Иову, и я вижу, что как в то время, как в это время, сколько тысяч лет не прошло, мы не можем ответить до сих пор практически ни на один из этих вопросов. Мы не можем сказать, дать ответа ни на что из того списка, что Бог задавал Иову. И у меня возникает вопрос, если мы должны служить Богу, если мы должны как-то своей жизнью прославить и послужить нашему Творцу, как мы можем это сделать, если мы ничего в этом не понимаем, если мы не знаем, как устроено даже то, где мы живём, если мы не знаем, как мы устроены, мы из этого всего ничего не знаем. И очень часто мы видим из, я бы сказал, других религий, из тех, которые, как мы их называем языческими, потому что так принято называть все религии, в которых были идолы, где нужно было поклоняться идолам, мы видим, у тех людей было очень чёткое понимание служения своим Богам, потому что их Бог — это какое-то изображение, это какой-то истукан, и, естественно, Он нуждается в очень большом служении, Его надо протирать от пыли, Его надо переставлять, Его надо что-то о нём заботиться, посмотреть, чтобы Он не потрескал с какого материала, там что-то подкрасить, подделать. Это очень ясное и понятное служение. Естественно, возле каждого этого Бога были свои жрецы, поэтому часть служения уходила на этих жрецов, потому что надо им служить, они заботятся о Боге, другим людям надо позаботиться о них. Но как служить тому, который заботится о нас? Как служить тому, который даёт нам дыхание? Чем мы можем послужить тому, благодаря которому мы вообще существуем и движемся? Я вспоминаю из мест Священного Писания в Старом Завете очень много мест, где Бог говорит к Своим людям, к народу израильскому, в тех моментах, когда они очень сильно, я бы сказал, возможно, даже не побоюсь этого слова, ошибались в служении Богу. Я бы хотел, чтобы мы вспомнили Псалом 49, где Бог говорит, что, задаёт такой вопрос там, «Ем ли я мясо в олове и пью ли я кровь козлов?» И говорит, «Можешь ли ты меня насытишь? Можешь ли ты меня насытить? Можешь ли ты меня напитать? И если бы я был голоден, я бы сказал тебе, если то, всё, что ты видишь вокруг, я создал? И даже если бы я сказал, что я голоден, и если бы ты мне всё это дал, этого мне недостаточно». Мы видим, что именно то служение, когда народ израильский, и я думаю, когда мы с вами тоже, не только народ израильский, мы с вами тоже бываем в таком положении, когда мы пытаемся служить именно самому Богу, что-то Богу дать, отдать. Мы ищем чего-то такого, что в чём же Бог нуждается наш. Чтобы мы могли в своей жизни Ему такое вот, чтобы мы вот раз дали, и всё, и наше служение закончилось. И дальше мы свою жизнь могли продолжать нормальным путём. Мы читаем в первой главе пророка Исаии, когда Бог обращается к своему народу, и Он говорит такие вещи, что «Не ходите ко мне во дворы, зачем вы приходите ко мне на поклонение? Зачем вы мне приносите эти все жертвы? Мне это всё не нужно». И я вижу, что очень большая проблема в нас, христиан, и всех тех людей, которые пытаются служить Богу, которые хотят служить Богу, в том, что мы хотим найти чего-то такое, чего Богу не хватает, чего у Бога нету, чтобы мы Ему это дали один раз и сказали «Боже, мы Тебе послужили, вот это наш дар, это наше служение, и, в принципе, мы свою часть выполнили, остальные, там сколько нам лет осталось, смотря во сколько лет мы это сделали, остальные мы проживём сами, по своим понятиям, по своим законам, а это мы Тебе послужили, и всё, на этом разойдёмся». Но, вы знаете, я читаю из многих мест Священного Писания, что такого не бывает. Это служение, которое заключается в каком-то, я бы сказал, в какой-то взятке Богу, в каком-то подарке Богу, это служение не нашего живого Бога, это служение не нашему живому Богу. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели истинно на то служение, которым мы должны жить, которое мы должны проводить. Когда мы читаем о жизни Иисуса Христа, там есть очень, очень интересные слова. Я раньше не замечал, в ней я замечал, но я не обращал внимания на ту часть стиха. Один из евангелистов, описывая начало жизни Иисуса Христа, говорит, «Иисус, начиная своё служение, был лет 30, и дальше он приводит родословную Иисуса». Больше всего я обращал внимание на эту всю родословную, потому что вокруг этого очень много споров, очень много всяких вопросов. Но я не обращал внимания именно на то начало стиха. «Иисус, начиная своё служение». Почему-то я всегда думал, что служение Иисуса Христа – это было прийти на землю и умереть. Я думал, что в этом и заключается весь смысл служения Иисуса Христа. Но, вы знаете, я потом задумался, а для чего Иисус Христос, если правильно мы подсчитываем, правильно мы считаем, три года ходил по этой земле. Именно за эти три года и заключалось его всё это служение, которое он показывал, как мы должны служить Богу. Я бы хотел, чтобы мы немножечко вспомнили эти дела, которые делал Иисус Христос. И когда мы смотрим на его жизнь, когда мы смотрим на его путь, как он шёл на этой земле, я думаю, очень-очень редко мы заметим, что он как бы говорил о том, что Бог в чём-то нуждается, что его Отец Небесный, который его послал, в чём-то нуждается, что он чего-то хочет от людей чего-то заполучить, что он всё время ждёт, что люди ему что-то принесут. Если мы будем смотреть на жизнь Иисуса Христа, он всё время говорил, что Бог ждёт людей наоборот, чтобы что-то им дать. И более того, когда перед своим вознесением он говорил со своими учениками, он им говорил такие слова «Итак, идите и научите все народы». Но я задался тоже вопросом, чему научить? Чему научить все народы? Если, в принципе, такого, что делать, как правильно служить Богу, как правильно поклоняться Иисус, ну как бы и не говорил открыто, и не давал какие-то законы, уставы, заповеди, вот так делайте, вот так и будет нормально. Но я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на некоторые примеры из Священного Писания, когда Иисус просто помогал людям. Когда люди приходили к нему со своими проблемами, со своими какими-то вопросами, он им просто помогал, просто решал их проблемы. И, как я заметил позже, благодаря этому он привлекал их к себе. Потому что ещё одной очень важной частью нашего существования на Земле, кроме того, чтобы служить Богу, является то, чтобы нести Слово Его в этом мире. Я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на то, что Иисус Христос в своей жизни сумел объединить эти два служения в одно. Своими добрыми делами, своими поступками Он не только помогал людям, не только благословлял людей, но Он показывал, что есть Бог на небе, Который заботится о каждом из человеков, Который готов помочь каждому из человеков. И сделать это Он может через каждого из нас с вами. И я бы хотел, чтобы мы обратили ещё внимание на тех людей, которым помогал Иисус Христос. Очень часто мы думаем, что вот такое вот служение Богу, когда мы должны помогать людям, когда через наши дела, через наши поступки прославляется имя Господне, оно относится только к нашим братьям и сёстрам. В том смысле, что если я помогу какому-то верующему человеку, если он имеет в чём-то нужду, то он, естественно, будет знать, что это Бог меня послал, что это Бог через меня сделал ему что-то хорошее, и, естественно, он прославит Бога. Но я нашёл в Библии два примера в Новом Завете, я знаю, что их там больше, но я нашёл два примера, когда вот такое вот служение, я бы сказал, бескорыстное служение практически человеку делает очень-очень важный шаг, вернее, заставляет человека делать очень важный шаг к его жизни. Его шаг в направлении к Богу. Первый пример я бы хотел, чтобы мы вспомнили Закхея. Когда я читал о Закхее, там написано, он был начальник мытарей. Почему-то всю жизнь у меня ассоциировалось, что мытарь — это человек, который работает в налоговой службе. И, в принципе, так все объясняют, что это налоговая служба. И я не понимал, почему все эти люди, которые видели, когда Иисус Христов пришёл в дом Закхея, почему же они возмущались, что вот он встречается с этими мытарями, почему люди так не любили, я бы сказал, служителей налоговой службы. Сначала я думал, что эти люди все очень жадные, и что они, конечно, не хотят платить налоги. Но совсем недавно, абсолютно случайно, я обнаружил такую вещь, что мытарь — это не тот человек, который собирает налоги для государства. Это в то время был тот человек, который для римской власти, которая господствовала в то время над израильским народом, собирал подать. И этот мытарь, Закхей, он был не только простым человеком, он был начальником над этими всеми людьми. И я задался таким вопросом и подумал, насколько этот человек должен быть, в нашем понимании, нехороший. Это же каким надо было быть человеком, чтобы ты был из своего народа, но ты из своего народа взымал подать для какого-то чужого кесаря, который владычествует твоей земле, который пришел в силу и взял твой народ, который пленил твоих родных и близких, а ты для него собираешь подать. И не только собираешь, а написано, что он был начальником этого всех. Это как надо было дослужиться. И я совсем недавно задумался, какой это был человек. Но вы знаете, в это время я пересмотрел ситуацию с Закхеем и Иисусом абсолютно по-новому, и я очень удивился Иисусу Христу. Потому что, придя в его, увидя его, он его не начал отчитывать. Он не начал его как-то учить, говорить, что это несправедливо. Он говорит, идем, мне надо быть сегодня в твоем доме. И пообщавшись с ним немного, я вижу, что он для него, по сути, не послужил, но я не знаю, чем для него таким сильным послужил. Он ему ничего не сделал, он ему ничего не дал, он его не исцелил, написано. Но проходит очень короткое время, и Закхей говорит, я все раздам, я отдам всего, кого обидел, я всем, я все сделаю, я поменяюсь. Поменяюсь настолько, что Иисус говорит, ныне пришло спасение дому сему. И я заметил такую вещь, что иногда бывает, что наше служение, служение Богу может заключаться в том, что мы должны просто пообщаться с человеком, который, по нашему мнению, абсолютно безбожный. Иногда очень часто бывает, что те люди, которых мы называем безбожными, которых мы называем тех, которые вообще не знают Бога, они просто нуждаются в знакомстве с нашим Богом. Они просто нуждаются в том, чтобы узнать, какой наш Небесный Отец. И для этого не нужно делать какие-то сверхбольшие дела, для этого не нужно какие-то делать большие, я не знаю, вложения или что-то. Иногда достаточно бывает просто поговорить. Другой пример мы видим, когда приходит к Иисусу сотник римского полка. Это тот же самый народ, который, так сказать, пленил израильский народ. Вот он приходит к нему и говорит, «Мой слуга болен». И я, как вижу, Иисус Христос тоже не говорит ему, «А чего ты пришел сюда, на эту землю? Почему ты это так сделал? Почему ты то? Почему ты сё?» Он его не отчитывает, ничего не говорит. Он ему, я бы сказал, исполняет его просьбу. И еще более всего удивляется его вере. Очень часто бывает, что тем людям, которые, я бы сказал, возможно, как-то для нас что-то неправильное делают или как-то нас ущемляют, возможно, эти люди очень часто нуждаются в том, чтобы мы за них помолились. И в этом будет заключаться наше служение. Мне очень нравится песня, которую мы несколько раз пели в нашем собрании. Очень часто ее молодежь поет. И там говорят такие слова, «Я твои руки, Господь, я твои ноги, Господь, голосом буду твоим, чтобы царство твое пришло». И в своем понимании я вижу, что это и является нашим служением на земле. Потому что действительно в это время те люди, которые следуют Иисусу Христу, те люди, которые следуют Его учению, они являются Его руками, они являются Его ногами, они являются Его голосом, они являются Его образом на этой земле. И Он не требует от этих людей, чтобы они делали какие-то сверхъестественные дела, чтобы они делали какие-то очень сложные для них какие-то поступки, которые будут очень дорогого стоить. Он просто хочет, чтобы они были, я бы сказал, людьми на этой земле. Если мы почитаем дальше из книги пророка Михея, с этой же шестой главы мы почитаем восьмой стих, то там написано, в продолжении этого вопроса, где человек задается вопросом, с чем предстать, как служить Богу, как угодить Богу, в восьмом стихе открывается, как по моему мнению, открывается весь смысл этого. Здесь пишет так, «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Очень простые дела, очень простые истины. Не надо делать ничего сверхъестественного, не надо искать того, в чем нуждается наш Господь. Я ни в коей мере не говорю, что это то служение, которое мы делаем, служение прославления, славословия или другие служения, которые мы делаем в церкви, я не говорю, что они бесполезны. Они очень важны, это действительно то, в чем нуждается наш Бог, или даже я бы больше сказал, это больше то, в чем нуждаемся мы, выразить свою расположенность к Богу, я бы так сказал, свое желание служить Богу. Но Богу нужно, чтобы мы стали Его руками, чтобы мы стали Его ногами, чтобы мы стали Его голосом, чтобы мы стали Его образом. И если мы почитаем Евангелие от Матфея, в 25 главе, то там, как мы знаем, в конце главы говорится, Иисус приводит притчу о том, что, как царь разделит козлов и овец по правую и по левую сторону, и он там говорит очень-очень важные слова. Я прочитаю из 34 стиха, это будет 25 глава Матфея, 34 стих. Тогда скажет царь тем, которые по правой стороны его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущими, накормили или жаждущими, или напоили, и когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим, или одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали и мне». Для меня этот пример, эта притча является, я бы сказал, основополагающим примером именно в служении Богу. Потому что здесь Иисус Христос сам говорит, что если вы делаете кому-то из братьев ваших, кому-то из тех, которые нуждаются, какое-нибудь дело, накормите, напоите, благословите, вообще просто помолитесь. В другом месте в Евангелии написано, что кто даст, скажу своими словами, кружку холодной воды во имя моё, тот не потеряет своей награды. Он говорит, что если вы будете делать добрые дела тем, которые рядом с вами, то это равноценно тому, что вы делаете мне. И наоборот, здесь продолжение пишет, что тех, которые он поставил по другую сторону, это те люди, которые действительно тоже знали его. И как мы видим, они искали, потому что, когда он им тоже говорит то же самое, что я хотел кушать, я алкал, вы не дали мне, и перечисляет эти же самые дела, но говорит, что вы этого не сделали мне. Они задают ему такой вопрос, а когда мы видели тебя таким? Мы тебя таким не видели. Мы искали тебя, мы всю жизнь смотрели на тебя, что какой ты, может, ты в этом нуждаешься, может, ты в всём нуждаешься. Но он им говорит, что так как вы не сделали этого тем братьям вашим, которые были рядом с вами, то это вы не сделали и мне. Поэтому я бы хотел, чтобы, не знаю, правильно это или неправильно это, мои выводы, мои такие мысли, но я бы хотел, чтобы мы сосредоточились на том, чтобы сделать добрые дела во имя Господа нашего Иисуса Христа для тех, которые находятся рядом с нами. Потому что в наше время несмотря на то, что этот мир такой хороший, разноцветный, такой красивый, такой захватывающий, вокруг нас живут очень много людей, тысячи людей, которые в чём-то нуждаются. Возможно, мы не очень часто видим тех людей, которые нуждаются в пропитании, в одежде, хотя я заметил, что в последнее время довольно много их есть на улицах, особенно в городе, их очень много появилось в последнее время, которые сидят и, я так понимаю, наверное, на пропитание собирают деньги. Но в это же время очень много есть людей, которые просто одиноки. есть люди, которые непонятно по каким обстоятельствам, или что-то было у них в молодости, какой-то они неправильный поступок сделали, неправильное решение сделали, но я вижу, что они уже в преклонных летах и просто одиноки. И ты приходишь к такому человеку по какому-то делу и вроде такое дело на 2-3 минуты, но он почему-то хочет с тобой общаться. Ему так не хватает этого общения, ему так не хватает этого просто, что ты с ним поговоришь на любую тему. И я вижу, что это именно та возможность, которой мы можем послужить нашему Господу. Очень много людей, которые нуждаются просто в том, чтобы их выслушали, им помогли. Возможно, это будет абсолютно разговор не, я бы сказал, не такой, как евангелизация, возможно, ничего мы не будем говорить о Иисусе Христе, но мы сможем посеять в сердце этого человека какое-то маленькое зёрнышко, что всё-таки есть кто-то, кто заботится о них. И со временем, если постараться, если действительно положить больших усилия на это, именно на такое служение нашему Богу и Иисусу Христу, то эти люди с помощью таких наших, я бы сказал, очень мелких дел придут к Иисусу Христу. Придут, как этот Закхей, просто из-за разговора. Поэтому я бы хотел, чтобы каждый из нас постарался больше увидеть в тех людях, которые вокруг нас, в тех коллегах по работе, в тех соседях, в тех людей, которые окружают нас, увидеть Иисуса Христа, который в чём-то нуждается. И чтобы каждый из нас, видя таких людей, видя эти нужды, не просто отвернулся, не просто начал что-то искать другого служения, как бы послужить Иисусу Христу, а просто помог. Возможно, даже просто по-человечески, но во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аминь.